Темпы роста экономики должны ускоряться. Для этого в стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для повышения реальных доходов. Такие акценты прозвучали в послании президента России. Какие окна возможностей открываются перед бизнесом? Подробности у Дмитрия Ковалева. Инвестиционные проекты – залог экономического роста регионов. Для бизнеса должны открываться новые горизонты. Акценты властям расставил президент. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП стран нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году. Для развития бизнеса, отметил президент, необходимо создавать прочный экономический фундамент. Одной из значимых мер поддержки инвесторов станет трехлетний налоговый вычет на прибыль. С прошлого года эту льготу применяют и в республике, но в ущерб доходной базе бюджета. Регионы должен поддержать федеральный центр. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Инвестиционные проекты получают прописку в индустриальных парках. Только в столице региона до конца этого года должно открыться два новых завода. Создание благоприятного делового климата – приоритет в работе правительства. Взаимодействие бизнеса и власти – одна из тем, проходящего в Москве Гайдаровского форума. В его работе принимал участие глава региона. Наша задача, создавая инвестклимат, хороший, комфортный инвестклимат, открывать новые рабочие места. Чем мы занимались, занимаемся и будем заниматься. Климат создан на территории Российской Федерации благоприятный. Условия работы в ближайшие годы останутся неизменными. Повышение налоговых ставок заморозят. Для малого бизнеса на 6 лет, для тех, кто реализует крупные проекты на 20. Еще одно поручение президента – упрощение процедуры выдачи кредитов. Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги. Это мы все хорошо знаем. Это прямая ответственность Банка России. Программа кредитования бизнеса по льготным ставкам в республике работает успешно. Микрозаймы для субъектов МСП – большое подспорье. Знание этих программ, оно, конечно, расширяет спектр возможностей, делает предприятие более устойчивым. Привлечь инвестиции в экономику муниципалитетов – задача главы региона для властей на местах. На первый план выходят вопросы поддержки молодых специалистов. Это увеличение доходов, доходов прежде всего работников, реальной секции экономики, потому что молодежь хочет зарабатывать больше, то, что президент послания сказал. И здесь пошагово, поэтапно будем заниматься, потому что по инвестклимату мы последние 5 лет в числе 10 лучших регионов. В этом году благодаря принимаемым мерам поддержки бизнеса в республике должны быть созданы сотни новых рабочих мест. Дмитрий Ковалев, Абахтияр Вильев, Республика.